Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 970. События дня. Екатесиас 12, 13, 14. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека. Ибо всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайно, хорошо ли оно или худо. Но и объявление. Вот, после смерти дробот Анастасии остались дети. Ну, и тут ролики о том, как провожали её. Есть у людей желание помощь оказывать. Просят адрес. Вот, это не то, что я бы хотел самое. Люди просят, укажите где. Вот, я бы. Вот ответ. Где и как. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну все удобно очень... И комментариев 297... Посмотрела выступление ВВЖ... Думаю, этот мудрый политик... Просматривает и ваши ресурсы... Париной маме... Говорит вашими словами... Ну это близкие люди... Президенту... Мне сколько раз говорили... Осипов берет от вас, говорит, из книг... Я уж не говорю про Кураева... Вот выступает где другие... Ну прямо цитирует ваши слова... Раньше никогда этого не говорили... Мало того и... Находят у других где-то... Не знаю... А тут Никита Колесников... Вот вышел и говорит... Я все видео не смотрел... Длинное дужу... Чем он занят... Видео до конца не смотрел... А я вот... Грешный человек... Всегда смотрю до конца... Скажу так... Игнатий Тихонович... Многого в своей жизни избежал... Во многом... Благодаря тому периоду... Когда провел юность... Так как тогда... После военное время... Весь этот блуд... Не был так распространен... Как сейчас... Не было эротики... Порнографии... Пропаганды... В средствах массовой информации... Равенства половы... Тому подобное... Которое... Все сейчас развратило... В окончательную степень... Ну с этим никак не... Да... Это влияет... Но не это главное... Главное... Это избрание Божие... Благодать Божия... Тогда тоже блудили... И аборты были... И чего только не было... И брошенные жены... Это даже в маленькой нашей деревне... Это было всегда... А когда началась эта сексуальная революция... Главное... Революция... Подол подняли... Революция... Штаны спустил... Революция... К тому времени произошло рождение свыше... И теперь, слушая Виталика... Он может только потешаться... Хотя история Виталика... Это история 95% мужчин страны... И рассказывать, как его самого Господь сохранил... Он не может войти в положение... Не могу... Не могу... Правильно рассуждает Никита здесь... Как... Зачем входить и прочее... Нельзя и весь сказ... Мать наша ничего не могла сказать... Только грех, сынок, а ты... Ты погибнешь... Все... Все отрезано... А тут... Не надо ничего этого накручивать... Внутри тебя совесть... Своя душа... Дух Божий тот же самый... И человек все тот же самый... Ничего не меняется... Применять эти старые установки... Муж, добытчик и защитник... Жена, домохозяйка... В наше время просто абсурдно... Так все изменилось... Но это-то какое отношение имеет... Впереди сексуальное... А тут добытчик... Это совсем даже не о деле... Приглашать в Серафиму... Без сомнения достойную женщину... Которая как раз вместе со своим поколением... Шла в авангарде перестройства... Семейного порядка и главенства... На тракторе работала... Сейчас хоть одну трактористку видели... Бабам этот век не надо... Тоже можно рассматривать как юмор... Бабы приглашали... Не приглашали... Сама приходит... Он не знает это... Юмор... Это тоже под себя кажется... Подкатывать... Что вот... Виновата обстановка дети... Виновата улица... Ну и сейчас сколько есть тех... Кто улица... Кого не захватила... Верит человек в Бога... Молится... В итоге получается... Арт-хаус... О, субъективная реальность... Игнатия Тихоновича... Которая должна... Но не работает... Какая моя там... Где я просто говорю... Слово Божие... В остальном... Хороший материал... Особенно беседы по скайпу... Еще очень многим нравятся ролики... Где меня обучают... Житейской мудрости... Исключая эпизоды... Когда меня хотели отправить домой... Из-за ведра картошки... Которую Галина Загуляева... Хотела меня попросить... Пронести 10 шагов... Отправить домой... Ну и все... Петр священник... Петр Михайлов пишет... Игнатий Тихонович... Здравствуйте... Беседую с протестантом... Мне говорят... Что верующий во Христа... Человек... Должен быть уверен... Что имеет... Уже жизнь вечную... Доказательства... Приводят вот эти слова... Ну... Приводят-то приводят... Но надо же... Глубже смотреть... Вот прочитайте эти места... Иоанна 3.36... И далее... Дальше... Что не нашел ни у кого... У Златоуста нашел... Вот это вот... Что говорить об одних догматах... Хотя бы кто право веровал... В Отца, Сына и Духа Святого... Если он же не живет... Как должно... Вера не принесет им... Никакой пользы... Ко спасению... Поэтому так же... Когда Христос говорит... Все же есть... Живот вечный... Да знаю тебе... Единого истинного Бога... Не подумаем... Что этого и довольны... Для нашего спасения... Необходима еще... Добрая жизнь... И благо... Поведение... И хотя Иоанн сказал... Верующий в Сына... Имеет жизнь вечную... Затем присокупляет... Еще нечто более сильное... Так как он слагает... Речь свою... Не только из утешительных... Но и из противоположных слов... И смотри... Каким образом... Он прибавляет... А кто... Не верует в Сына... Не увидит в жизни... Но гнев Божий... Прибывает на нем... Однако же и отсюда... Мы не должны заключать... Что довольны... Одной верой для спасения... Это доказывает... Многочисленные места... В Писании... В Евангелии... Где говорится о жизни... Поэтому... Иоанн... И не сказал... В этом одном... Состоит жизнь вечная... Или... Только верующий в Сына... Имеет жизнь вечную... Но о том... Другом он говорит... Только вообще... Что в них есть жизнь вечная... А если затем... Не последует... Дело жизни... То наступит великое наказание... Вот и весь ответ... Оно... Понятное... То есть... Святитель Иоанн... Приводит контраргументы... Но не объясняет... Почему же Христос... Так сказал... Я так... Вообще не понимаю... О чем речь... Отвечаю... Слово имеет... Как раз и имеет... Возможность... Воплотить в действие... Эту надежду... И исполнение остального... Заповеданного Господом Богом... Имеет... То есть... У него всегда есть такая возможность... Так мальчик вопрошает отца... Когда были выборы президента в Америке... А ты, папа, мог бы стать сейчас президентом? Да... Согласно нашей Конституции... И каждый может стать... Если ему уже 30 лет... Ну тогда и встань... Нет... Тут еще нужно вот это... Прежде стать губернатором... То есть... Масоном... И прочее... И прочее... Лидия пишет... Дорогой Игнатий Тихонович... На видео вы просите Марину... Передать в Москве... Камеру для ремонта... Если она это сделала... Спросите у нее информацию... Адрес... Имя... И прочее... Чтобы я смогла забрать камеру... Я жду... Я отвечаю... Марина должна была только передать... Игумену отцу Кириллу Сахару на Берсеневку... Что рядом с храмом Христа Спасителя... Метра за 250... На другой стороне канала... А остальное можно теперь узнать только у него... И забрать может только тот... Кто сдал в ремонт... А Марина... Уже с Украины... Она уже никак ничего не ответит... Если связи с ней нет пока... Ну и дальше отвечаю... Какие адресы... Телефоны... Взять... И что... Кому позвонить... И... Вот так вот... Вчерашний день был... Как богослужение... Батюшки не было... Пришлось сказать проповедь... Избави нас от лукавого... На тему... Потом... Будет поставлено... Погода такая... Не поймешь... Не жарко... И... Вот... И решили достать прошлогоднюю лопату... Ну все там... Это же... Не работа какая-то... Утонула... Сегодня... Сделаю разбор... Да мало того... Дал лучшие грабли... Чтобы там... Они и грабли утопили... Не найдут... Искали... Искали... Не нашли... А тут... Утром пошел проверять... Поймал большого карпа... Понес отдать кому... Сетка принадлежит... Которую поймали мордушкой... Устинову... Андрею... А он не взял... Замерили... Посмотрели... Да... Карась намного меньше... Карпа... Макарп лежал в холодильнике... Пока мы лились... Он... Оказалось живой... Я его запустил в бак... Потом бак начали... Воду спускать... Дальше... Залить хорошей водой... Это все Володя делал уже один... Весь день и прошел... Такие, брат... События дня... Все на том... Дальше... Дальше...